Основатель сибуглемета осел на Новой Риге Основатель сибуглемета осел на Новой Риге Таргцентр Юнимол сменил владельца. Газета «Коммерсант» номер 77 от 30 апреля 2019 года. Строение 11 основатель сибуглемета Владимир Мельниченко может оказаться единственным владельцем Таргцентра Юнимол на элитном подмосковном направлении, на Варижском шоссе. Основный собственник объекта, BTR Group, лишился его из-за долгов. Основатель сибуглемета Владимир Мельниченко мог консолидировать 100% Таргцентра Юнимол общая площадь 30 000 кВ. М. на Новорижском шоссе рассказали два источника «Твердый знак на рынке недвижимости». Первоначально ему принадлежали 33,3% у ООО «Балтия Мол», на балансе которого находится объект, а мажоритарная доля была у BTR Group Игоря Ремпиля. Из данных «Картотка.ру» следует, что еще в 2018 году две трети долей немало перешли во владение зарегистрированной на Виргинских островах. «Амперсант» «Файнанс эсэй» за этой компанией стоит именно господин Мельниченко, сообщили собеседники «Твердый знак». Представители BTR Group и Игорь Ремпиль не ответили на запросы. Связаться с Владимиром Мельниченко не удалось. Владимир Мельниченко известен как основатель и бывший совладелец холдинга «Сибуглимит», одного из крупнейших российских производителей коксующегося угля. За продажу в 2013 году своей доли в компании «Бизнесмен» мог выручить около 700 миллионов долларов. С.М. Твердый знак от 5 мая 2014 года. В 2015 году стало известно, что «Бизнесмен» стал основным владельцем торгцентра «Рига Молл», общая площадь 143,7 тысячи кВ.М., расположенного также на Новорижском шоссе, по соседству с Юнималой. Впрочем, в «Найтфранк» считают, что это не должно сказываться негативно на объектах, у них разные форматы, поэтому торгцентры не конкурируют друг с другом. БТР Групп лишилась своих долей за долги, следует из материалов судебных дел. В 2012 и 2014 годах БТР Групп трижды брала у «Лейк Холдинг», «Амперсант», «Файнанс Эсэй». Кредиты общей суммой 90 миллионов долларов с 2016 года. «Лейк Холдинг», «Амперсант», «Файнанс Эсэй». Подала Патрииско в арбитражный суд Московской области и Тушинский районный суд Москвы, требуя вернуть кредит. В судебных материалах указывается, что в качестве залога девелопер вносил 66,7% в юнимале, а также участки и недостроенные здания в Люберцах и Солнечногорске. В мировом соглашении, которое было заключено в 2018 году, в качестве предмета залога также указаны 25% в ООО «Просперити», застройщик принадлежащего БТР Групп, торгцентра «Красный Кит» в мытищах. Специалист практики имущественных и обязательственных отношений Нюсамулек Санвар Зарефов пояснил, что залог участков в Люберцах и Солнечногорске будет прекращен после регистрации залога 25% уставного капитала ООО «Просперити». Однако из ЕГРУЛ пока не ясно, была ли выполнена эта регистрация. По данным Кадот Кададру, 50% «Просперити» с марта 2019 года перешли Артему Иранову. Еще 50% находится у Гарри Римпеля. Партнер «Коллиэс Интернашнел» Станислав Бибек называет «Юнимол» качественным активом, поскольку торговый центр расположен на элитном направлении Подмосковья, на Варижском шоссе. Указанная в судебных документах оценка торгцентра в размере 60 миллионов долларов за 66,7% или 5,8 миллиарда рублей и за актив целиком, по его мнению, находится на оптимистичном уровне, но в целом представляется достаточно адекватной. Директор Департамента финансовых рынков и инвестиций Игорь Роганович также оценивает «Юнимол» несколько ниже, в доллар 40.50 миллион по данным. Выручка «Балтия Мол» в 2017 году составила 653,7 миллиона рублей, а чистая прибыль – 313,9 миллиона рублей. Партнер юридической компании Садби Антон Красников указывает, что в 2018 году «Лейк Холдинг» «Амперсант» «Файнанс Эсэй» обращалась в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, что подтверждает неисполнение условий мирового соглашения и принудительное переоформление заложенных долей «Юнимола». При этом девелоперу необходимо выплатить еще 20 миллионов долларов, поскольку залогом было обеспечено только 60 миллионов долларов, оставшаяся же задолженность подлежит погашению. Елизавета Макарова